здравствуйте друзья у нас сегодня с утра я попробую ответить на вопрос о том как живется семьям в которых есть дети инвалиды в целом в обществе как бы в американском к инвалидам очень хорошо относятся и стараются так сделать чтобы они не чувствовали себя инвалидами поп если только это возможно то есть есть специально там рабочие места где возьмут скорее инвалиды чем не инвалиды если он может выполнять эту работу есть невероятное количество программ государственных и частных и в университетах и просто и медицинских всевозможных по поддержке инвалидов и дальше ну вот как бы как пример отношения к обществу обществу к этому делу я могу сказать что сейчас было когда недавно эта дискуссия по усыновлению детей американцами соединенные штаты это единственная практически страна где люди берут детей с дцп с детским церебральным параличом то есть берут детей из африки берут детей из азии и здоровых и больных и я как-то встретил женщину одну возле магазина там в каком-то пикете стояла туда не там какие-то листовки раздавали не знаю с выборами по регистрировали людей на выборы короче и так мы с ней разговорились у нее четверо детей из россии и причем это у нее она четверками берет на берет четверо четверых таких уже лет 10-12 таких постарше выпускает их они идут там работать учиться берет новых я у нее чек 15 или 16 уже через нее прошло такая совершенно простая женщина но я вот так условно рассказать это как колхозница такая ну где-то она там вот работает но просто святой человек вот абсолютно и она это и денег стоит еще ты тоже все это с расходами и она рассказывала об этих детях вдруг она узнав что мы там из россии она вдруг начала рассказывать и вот у нее там одна девочка она без глаза была и этот сделали значит вот там искусственный там такой хороший что вот никто там не заметит там еще что-то и я просто рассказываю как пример того что как в обществе относится к инвалидам у меня был один студент из индии товарищ такой мужик лет 45 может быть уже его прислали с такого сервиса который занимается реабилитации людей пострадавших на производстве он был рабочим на станке каком-то на роботе и там что-то отлетела болванка ему ключицу переломало и он несколько лет там у него операция за операцией там еще что-то и он пришел вот к нам учиться они за него платят все хорошо но кончил не то что кончилось но в какой-то момент выяснилось что он устает плечо вот этого часть у него устает от то что он мышкой там полчаса 40 минут он мышкой поработает и он устает так они ему варегать не вопрос сказали они тут же там где-то долларов 700 800 это стоило они тут же притащили мышку который коленом управляется такое есть поэтому это как бы сказать большое такое направление в жизни то есть я как-нибудь попробую снять это надо умудриться но как автобус забирает пассажира на инвалидной коляске у него спереди опускается такая платформочка он его подгребает вместе с коляской затаскивать его в автобус и так далее съезды всюду но мы говорим там на случай про детей тут тонкость вот какая значит если человек ну семья если семья с небольшим доходом я конкретно там пределы этих сумм не знаю но если семья с небольшим доходом то ей бесплатно дают много всяких программ я знаю людей у которых дети аутичные я знаю людей у которых дети с дцп я знаю людей с разными болячками не то чтобы много но нужно и там получается такая история если ты зарабатываешь но как þдобари чё то твои дела если ты мало зарабатываешь или ты ты скажем так недостаточно зарабатывать что дальше включается в силу сети социальные программ и когда он с детьми там допустим занимаетесь индивидуальный педагог он хватит он не ходит школах а его приходит педагог emba dele занимается если там требуется там массаж какой начнем будет массаж если требуется какое то специальное лечение будет специальное лечение все это при условиях то есть это бесплатно при условии что семья в общем не очень зарабатывает. Я знаю, что люди иногда, например, там так получается, что, ну, вот мама как бы официально, да, она как бы одинокая мама, а там папа, допустим, где-то уже работает, они как-то хитрят, ловчат, чтобы получилось, что у мамы с ребенком-инвалидом там нет денег. При том, что они, может быть, там как-то зарабатывают. Потому что если они будут жить как семья и официально рапортовать доходы, то тогда их просто поснимают с этих программ, скажут сам плати. Даже всякие там уловки, ущечрения люди предпринимают, но это говорит только о том, что, я это к тому говорю, что люди небогатые, имеют бесплатно очень много сервисов, просто по факту того, что у них нет денег за это платить. Потому что если деньги платить, то ну, плати. Это уже как бы становится больше твоим делом, чем делом общества. Вот примерно такие соображения на эту тему. здесь общество... Я не знаю, конечно, дети сами по себе, поскольку они в общем и в целом, может быть, более жестокие, чем взрослые. Может быть, дети могут что-нибудь такое сказать, но я не слышал, чтобы так как-то дети третировали друг друга на этой почве. Ну, я понимаю, что это может случиться, но... Может быть, не специально. Но взрослые, вот общество взрослое, оно очень-очень толерантно и очень с большой симпатией, с глубокой, и относится и к инвалидам, особенно к детям. Поэтому все делается для того, чтобы человек не почувствовал себя вот, ну, как-то ущербным, или если он даже понимает, что он инвалид, он в чем-то ограничен, он при этом очень много тепла и поддержки получает со стороны ну, вот, всех окружающих людей. То есть это как бы очень очень принято. Это не то, что ты вот инвалид, и как бы ты второго сорта из-за этого получаешься. Здесь такого нет. Ты не будешь второго сорта. Ты будешь, конечно, в чем-то ущемлен, но ты не будешь второго сорта. Инвалид может учиться, ну, если он как бы, если эта инвалидность не распространяется, его способность учиться, получать образование, выполнять какую-то интеллектуальную работу, он может учиться заочно, но, в смысле, в онлайне, он может работать в онлайне, здесь много такой работы. И, как бы, я понимаю, что разные инвалидности бывают и так далее, но, во всяком случае, я думаю, что если посмотреть на те страны, где, допустим, инвалиду лучше было бы жить, то я думаю, что Соединенные Штаты это одна из тех стран. Я предполагаю, что, наверное, в Европе, в Евросоюзе ситуация тоже очень хорошая, может быть, даже с точки зрения бенефитов общественных и программ, может быть, там даже и покруче будет, чем здесь, но, во всяком случае, Соединенные Штаты это развитая страна, здесь много денег, и здесь очень гуманное отношение к людям, в частности, вот, к инвалидам. Так что я на этом, наверное, и закончу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова